Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпании Город программа подробностей. А в нашей студии Юлия Симакова, учитель года 2015. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Мне очень приятно, что вы молодая, энергичная, красивая, так и должен выглядеть настоящий учитель. Но как долго вы шли к этому почетному званию? Спасибо большое за добрые слова. Я не могу сказать, что я шла к этому званию целенаправленно. Изначально конкурс для меня был неким экспериментом, но и, конечно, возможность поучаствовать в конкурсе соответствовала моему желанию проявить себя в моей профессиональной деятельности. Когда я работала в школе только первый год, я участвовала в конкурсе «Педагогический дебют», и тогда сфера конкурсов педагогических меня некоторым образом привлекла. Потом у меня появилась возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в качестве зрителя. И даже будучи зрителем, я настолько глубоко прочувствовала атмосферу этого конкурса и заинтересовалась вот этим конкурсным педагогическим сообществом, потому что люди, которые постоянно принимают участие в конкурсе в качестве жюри, организаторов, группы поддержки, они действительно относятся к некоторому сообществу. Я тогда захотела стать ближе к этому сообществу. И вот было желание именно это. А сама дорога ко всероссийскому этапу конкурса была постепенной. Сначала это был муниципальный этап, потом областной, потом уже всероссийский. И я не могу сказать, что у меня была задача победить. Была задача выступить достойно, так чтобы я сама была удовлетворена своим результатом. И когда поняла, что с каждым конкурсным днем у меня получается достигать той цели, которую я перед собой поставила, тогда уже стала задумываться о том, что может случиться в моей жизни конкурс всероссийский. А в чем была тогда задача? Есть какие-то открытые уроки, есть какие-то семинары, еще что вы делали, чтобы доказать, что вы не хуже, а может быть и лучше, как выяснилось? На каждом из этих этапов есть несколько конкурсных испытаний. Некоторым образом они отличаются, городской этап, областной, всероссийский, но есть и общие закономерности. В частности, это заочный этап, на котором участник представляет свою портфолио, представляет свою методику. Есть этап очный. На очном этапе всегда присутствует открытое учебное занятие с учениками не своего класса, с теми, с которыми ты можешь познакомиться накануне, а можешь и вообще не познакомиться до своего открытого урока. На некоторых конкурсах есть также беседы с учащимися, и вот после этих нескольких испытаний выбирать финалистов, и финалисты проходят дополнительные испытания. Как правило, это открытый мастер-класс для всех желающих, для тех участников, которые не прошли в финал, для интересующейся общественности, и некое публичное выступление, может быть, в формате педагогического совета, в формате круглого стола. Как правило, это череда испытаний. Расскажите о своем предмете, о своей школе. Английский язык замечательно. Всем это нужно в любом случае, все это любят. Сейчас это модно, общаться с разными друзьями. Вы сами похожи на ученицу внешне, честно скажу. Как выстраиваются взаимоотношения со старшеклассниками, если они у вас есть? У любого, наверное, учителя английского языка есть в течение каждого учебного года ученики разных классов. Такова специфика нашей работы. И у меня сейчас тоже есть старшеклассники, на данный момент это девятый класс, но мне очень повезло. Я преподаю у них с пятого класса, поэтому у нас уже давно сложились очень теплые взаимоотношения. И несмотря на то, что все ученики имеют разные способности к владению, ну, в частности, моим предметом, к владению любой предметной деятельности, отношения действительно теплые и доброжелательные. Потому что для меня важно уважать каждого ученика, независимо от его интереса именно к моему предмету. Важно дать каждому в течение урока возможность для развития. Опять же-таки, практически в каждом классе сталкиваются ученики с разными возможностями и интересами. Но каждый урок должен быть эффективным для каждого, независимо от стартового уровня. Трудная ситуация для молодого педагога, когда он встречается со старшеклассниками уже 9-го, 10-го или 11-го класса. И у меня была такая ситуация. Мне предоставилась возможность обучать 10-й и в дальнейшем 11-й класс. Только в 10-м классе мы с ними встретились. И не скрою, было некоторое, ну, может быть, скептическое отношение с их стороны. Мне задавали вопросы, почему вы пришли работать в школу, пытались понять мою позицию, недавнего абитуриента вуза и молодого специалиста. Но считается, что это не очень престижно, будем говорить прямо. Так ли? Ну, вы знаете, действительно есть такой стереотип, но вот я бы сказала, что сейчас многие пытаются этот стереотип опровергнуть. Во-первых, действительно много молодых специалистов приходит работать в школу. И с помощью различных педагогических конкурсов, педагогических фестивалей мы можем всем обществом, мы можем работать для того, чтобы этот стереотип разрушить. Потому что некоторое время ситуация с нашей профессией была печальным. Может быть, я думаю, что этот стереотип возник во многом из-за материальной стороны вопроса. Но сейчас эта ситуация более благоприятная. Но и все-таки общество старается для того, чтобы образ учителя в глазах самый важный, в глазах подростков, я думаю, что и в глазах их родителей, чтобы этот образ был положительным и престижным, чтобы эта профессия считалась уважаемой. Как журналист, я не могу не спросить о недавней поездке в Сочи, общении с Владимиром Путиным. Вы, тем более, имели возможность задать ему вопрос. Расскажите, действительно была ли какая-то подготовка перед этим, был какой-то регламент? Что вы у него спрашивали? Встреча с президентом прошла в Центре для одаренных детей «Сириус». Это особое пространство, куда попадают ребята, достигшие определенных высот по направлениям наука, искусства и спорт, и имеющие возможность обучаться там в течение своеобразной профильной смены совершенно бесплатно. И там созданы блестящие условия для пребывания детей. Вот такие же условия там создали для нас. Мы, это тоже была инициатива президента, 15 лауреатов конкурса смогли несколько дней пребывать в этом Центре, познакомиться с работой этого Центра, поделиться своим опытом с его педагогами, но и, конечно, встретиться с президентом Российской Федерации, потому что это одна из традиций. Каждый год 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года» встречаются с президентом, чтобы обсудить некоторые вопросы. И действительно часто спрашивают о том, как проходила встреча, был ли какой-то регламент. И мы все 15 лауреатов можем совершенно честно заметить, что никакой особой подготовки к этой встрече не было. Накануне встречи, не накануне, а в течение нескольких дней до встречи, для нас было организовано несколько круглых столов по вопросам образования, в которых принимали участие организаторы Центра «Сириус» и помощник Владимира Владимировича Путина, Фурсенко Андрей Александрович. В ходе этих круглых столов очень многие важные для современного образования и для современного учителя вопросы были уже нами затронуты. И, наверное, в тот момент, когда началась наша встреча с президентом, мы на многие вопросы уже нашли для себя ответы. И когда была вот эта возможность, которая может предоставлять раз в жизни, встретиться с президентом и задать вопрос, мне показалось, что многие мои коллеги хотели узнать больше мнения президента, может быть, поделиться какой-то... Своими соображениями? Да, своими соображениями, потому что многие вопросы мы задали и министру образования Ливанову в ходе конкурса, неоднократно мы с ним встречались, многие вопросы задали помощнику президента. А, например, какие? Ну, в частности, я задавала вопрос о том, что может стать нравственным ориентиром для современного подростка общенационального характера. Потому что, по рассказам своих родителей, я знаю, как воспитывали их, в том числе в школе. И знаю о многих мероприятиях, которые проводили для них учителя, с тем, чтобы воспитать в них дух коллектива, дух патриотизма, истинной любви к своей стране. Мне кажется, что сейчас у современного подростка эти чувства, развитые, не столь... Они не очень понимают значение. Эти эмоции для них не столь важны, не столь ими искренне ощутимы. И вот я хотела узнать мнение президента, что может стать для современного подростка сейчас таким жизненно важным ориентиром. Он, конечно, сказал, что это тоже патриотизм, но нельзя с этим не согласиться. Если мы сейчас видим на улице подобные вопросы задавать подросткам, вряд ли они ответят патриотизм или некие похожие слова и ассоциации возникнут у них. У меня встает вопрос, как я могу, как учитель, с помощью каких простых форм, простых средств и методов донести до людей, которые пока не полностью психологически зрелые, донести для них вот эти глобальные чувства. Я ищу для себя этот вопрос, пытаюсь на него находить ответы в рамках уроков английского языка. И надеюсь, что к словам президента прислушаются и другие учителя, что как бы трудно нам не было, мы сможем найти в себе силы на уроках в течение, пускай, 40 минут пытаться и дальше воспитывать любовь к родине. Потому что, если подумать, это то, что есть у каждого жителя нашей страны. Все остальные какие-то наши, то, чем мы владеем, наша дружба, наша семья, наши какие-то культурные ценности могут отличаться от человека к человеку. Вот любовь к стране действительно то, что может всех людей объединить. Просто надо найти правильный ключик к детскому сердцу. Юль, я искренне завидую вашим ученикам, потому что действительно, когда есть хороший пример, действительно, учитель должен быть красивым, опрятным, энергичным, молодым. Очень рада, что мы с вами познакомились лично. Вам удачи. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До следующей встречи в эфире. Это была программа «Подробности». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин